МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы работаем над тем, чтобы люди пришли, увидели, какие же у нас есть активности, куда можно отдать детей заниматься массовым спортом, профессиональным спортом. В этом году праздник спорта и здорового образа жизни состоится на Соборной площади. Начало фестиваля 17 сентября в 14.00. В это время распахнут двери всей интерактивной площадки. В 18.00 стартует торжественная часть мероприятия, которую продолжит гран-при по ММА среди любителей. Планируется более 20 активностей. То есть это то, что сегодня смогла вместить Соборная площадь, потому что многие виды спорта, они достаточно занимают большое место. Будет, например, большая площадка школы «Шторм», где будет организовано помимо места, где можно посмотреть ее основную деятельность, спортивную, еще и такая зрелищная составляющая в виде октагона, в виде клетки, где будут проходить соревновательные поединки среди любителей. И будет это в формате гран-при, где будет 8 участников, и там определиться победителем. Гости праздника смогут попробовать свои силы в разных активностях. От бейминг-спорта и скалазания до популярных игровых видов спорта. На фестивале будет развернута зона предстоящего первенства мира по хоккею, баскетбольная площадка, полоса препятствий от физкультурно-оздоровительного комплекса. Поддерживать, подсказывать, проводить мастер-классы будут тренеры, спортсмены школы «Шторм», специалисты по спортивному питанию и медицине. У нас очень многие люди занимаются самостоятельно. А чтобы заниматься самостоятельно, не всегда у тебя есть возможность получить правильную, грамотную консультацию. Так вот, у нас на площадке тоже мы работаем над этим, чтобы у нас были лектории, на которых будут собираться люди, которые знают, которые профессионалы, которые работают в сфере медицины, в сфере тренерской деятельности. Еще одним ярким новшеством фестиваля будет большая детская площадка. Дети, когда приходят, когда они видят правильно отдыхающих взрослых, которые заняты какими-нибудь различными, активными, полезными для здоровья занятиями, они тоже, знаете, начинают как-то по-другому мыслить и понимать, и создавать вокруг себя вот такие же даже состязания в своих дворах. Участие в активностях фестиваля даст возможность выиграть ценные призы, которые будут разыгрываться по ходу праздника. А ярким завершением Штормфеста станет концерт группы Филатов и Кэрос.